Дорогие друзья, всем привет из Канады и сегодня всем привет из Юникло. Давно мы с вами не ходили в Юникло, решила я заглянуть, посмотреть, что у них нового интересного. Ну, начнем с льняных рубашек. Эти рубашки, они каждый год, ну, во всяком случае, последние несколько лет, каждый год у них появляются летом, весной. Рубашки из чистого льна, они разноцветные, разных цветов, они более базовых, более ярких, полоску, однотонные, в общем, выбор большой, стоят они, по-моему, 50 долларов. Летние такие вот пиджаки, жакеты, почему летние, потому что он без подкладки, то есть вот только жакет стоит, он 99 долларов, не мало. И есть они в нескольких цветах, это двубортный жакет, цвета черные, вот такой вот, очень мрачный, такой серо-зеленоватый и бежево-молочный, белый-молочный. Больше всего мне понравился белый-молочный, как бы для лета. И состав в нем неплохой, там леный, хлопок и немножко синтетики, но, в принципе, неплохой состав. Вот, кроме льняных, есть у них еще вот такие вот рубахи, к которым тоже замешаны леный хлопок точно. Я прошу простить меня, потому что, когда я озвучиваю видео, то у меня экран совсем маленький, я не вижу этикетку с составом, которую я показываю. Я надеюсь, что вы видите, что там написано. Все эти рубашки, они имеют такой тройной-тройной состав. Вот те первые, что я показала, там чистый лен, а вот в этих вот, во всех, там есть леный хлопок и немного синтетики. Не помню точно, какой состав, но, в общем, смешанный состав. Они из двух видов, есть вот такие воротники-стойкие, есть вот такие вот воротнички-отложные. Полоску тоже, однотонные, есть разных цветов. Довольно спорный такой фасон. Я, по-моему, в прошлом году примеряла что-то подобное. Ну, как вам сказать, она... Нужно как-то вот ее уметь стилизовать, если честно. Или совсем просто с какими-то такими льняными брюками, которых вот, кстати, в Uniqlo очень много. Хлопковые льняные брюки по 60 долларов. Или с джинсами, или вот как-то надо что-то придумывать с ней. Она довольно такого, знаете, эти рубашки, они такого фасона, немножко... Не то, что старомодные, но как бы трудно с ними иметь дело. Они не совсем всем подходят. Вот про брюки. Значит, брюк очень много тоже. И написано, что это хлопок с... Хлопок со льном. И вот здесь вот написано, сколько точно льна и сколько точно хлопка. Ну, вот в них нет никакой синтетики. Это льон с хлопком. Всех-всех-всех цветов они есть. Очень много цветов. Есть ведь такие белые, есть бежевые, терракотовые, синие, серые в полоску. В общем, всех возможных цветов. Сзади они сделаны с резинкой. Цена на них 60 долларов. Как всегда, вы понимаете, что мы будем ждать распродажи. И пока что, пока что ничего не покупаем. Значит, 60 же долларов стоят тоже хлопковые брюки. Написано, что в них есть примесь льна. И они немножко другого фасона. У них спереди такие защипы. Вот видите, спереди под поясом защипы. И они пошире, чем предыдущие. Я взяла в примерочную. Примерки будут в следующем видео, дорогие друзья. Потому что видео получается очень длинное, если с примерками. Я взяла примерочную и эти брюки предыдущие. Посмотреть, как они сидят, какие из них лучше. Какой фасон больше подходит к типу моей фигуры. И вы все это увидите в следующем видео, когда я вам покажу примерки. У них сзади тоже есть резинка. Вот за это я люблю Uniqlo. За то, что в брюках сзади очень часто они делают резинку, что очень-очень удобно. Очень много шорт. Вот эти шорты, они не совсем летние. Это такие шорты, я бы сказала, офисные. Я не знаю, как их назвать. Но они сделаны из плотной такой ткани. Они костюмные, вот как костюмные брюки. Точно так же вот эти вот шорты имеют такую же ткань. Так же они и выглядят. Вот видите, такая костюмная ткань в клетку. Есть разных цветов. Там белые вот такие, сиреневые, серые. Но это такие не летние шорты, а именно шорты для более такого, ну, официального, скажем, варианта. Если вообще шорты можно считать официальной одеждой, ну, в принципе, носят. С шакетами носят, с кардиганами носят. Не то, что официально, а как не шорты летние, а как шорты, как брюки или юбка. Ну и вот шортики летненькие из льна. Цветочек разноцветные. И шорты юбки. Я точно не помню, как называется вот этот вид одежды. Я не помню. Я их называю шорты-юбки. Или юбки-шорты. Значит, сзади они шортиками, а спереди у них такая вот, знаете, как вот такая ткань сделана, что выглядит она как юбка, как такая запах такой получается. И тоже они из разных цветов. Они есть зеленые, бежевые и красные и черные. По-моему, по-моему, 100% хлопок они или лен. А цена, по-моему, 50 долларов у них. Ну, не знаю, как бы, тоже такой вид шорт. Вот. Ну и эти шорты совсем обычные. Вот эти 50, тебе, наверное, подороже. Вообще цена безумная, я считаю. Это такие совсем летние, пляжные, домашние, дачные шорты, как хотите их называйте. Они хлопковые, конечно, они тоже разноцветные, разных цветов, но 50 долларов, как бы, это слишком. Я, если бы они стоили, там, 30, например, я бы сказала, ну, окей, это такая нормальная цена. А за 50 долларов, ну, посмотрите на них, это совершенно такие шорты домашние, пижамные. Вообще-то, как бы, никакого в них нету даже намека на какие-то такие, что это какие-то городская одежда. Вот комбинезончики. Немножко такой фасон а-ля Карлсон, который живет на крыше. Стоят они 70 долларов. Ну, да, да, очень подорожало у нас Юникло. Тоже считаю, что перебор для таких комбинезонов, потому что это, опять же, одежда очень такая на любителя, знаете. Может быть, они прикольные, может быть, я осмелюсь и примерю их когда-нибудь. Не думаю, что на меня они сядут хорошо, хотя никогда не знаешь, всегда нужно примерять. В составе их лен и район, и много полиэстера, и, в общем, тоже много всего намешено. Три цвета, вот такой вот песочный, оранжевый и черный. Сзади у них сделана резинка на спинке, шлейки, в общем, короче, ну, такой вот комбинезончик Карлсон. Вот эти вот платья, 100% хлопок, по-моему, они, и вот эти платья, они делают их из года в год. У меня есть похожее платье, только без рукава. Оно очень удобное, я его с удовольствием ношу, и в нем сделаны такие карманы в швах, и они очень хорошо скроены. Вот что-то в них такое есть. Ну, во всяком случае, то, что мое платье, очень похоже на эти. Оно как бы, вроде бы, такой мешок прямой, но при этом оно как-то вот подчеркивает фигуру. Вот так вот у него красивый кроль, что оно очень комплиментарно, очень удачно сделано. Панамки из такого, знаете, как махровое полотенце, и из такой вот ткани, типа льняные панамы. И вот эти вот соломенные шляпы, которые, на самом деле, они не соломенные, они из бумаги. Я вам хочу сказать, что у меня была такая шляпа. Я ее взяла с собой в Мексику, и после того, как она пару раз попала у меня в воду, я ее просто выбросила, потому что она превратилась в просто вот как старая бумага такая промокшая. Потеряла форму, потеряла, в общем, весь вид. А эти платья очень похожи на те предыдущие, только те платья были сделаны Uniqlo, а это Uniqlo U коллаборация. Тоже они очень похожи, у них немножко отличается рукав и состав. У них в составе есть немного синтетики, тоже взяла его в примерочную, посмотрите в следующем видео. Неоднозначно у меня, неоднозначно к нему отношение, оно неплохое, но я немножко не угадала с размером. Потому что я думала, что размер такой же, как у платьев Uniqlo, а оказалось, что немножко другой. Коротенькие платьица в цветочек, ну и там черное было, и вот это вот такие вот веселенькие. Тоже Uniqlo сделала такие платья длинные, у них есть юбки такой же расцветки длинные, тоже еще не примеряла, может быть, стоит примерить. Вот эти платья комбинации я вам показывала, взяла в примерочную, вот это тоже взяла в примерочную, а вот эти я платья примеряла в прошлом моем видео, если вы не смотрели, то посмотрите обязательно. И здесь я нашла у них такие, ну, собственно, их спортивная одежда очень хорошая, у меня есть несколько вещей именно из спортивной линейки Uniqlo. Они действительно очень неплохие, вот здесь я показала, там такие на замке, такие тонкие ветровки, тонкие какие-то спортивные кофты, они очень удобные. Дышит, легкие, в общем, для спорта замечательно. 100% хлопок футболки, маечки по 20 долларов, 19.90, вот есть полосочку, есть однотонные, есть яркие, есть такие пастельные тона, в общем, всякие-всякие, видите, миллионных вариантов. Они все хлопок, они все по 20 долларов, у них, по-моему, вот это футболки есть разного фасона, есть такие пошире, есть посвободнее, есть поуже такие более приталенные. В общем, как бы их надо примерять, потому что они немножечко, у них все отличаются, они не все одинаковые, и поэтому вот покупая, надо примерить, потому что надо понимать, какая из них как сидит. У них даже немножко разное качество, хотя, кстати, вот хотела показать, здесь размеры от Extra Extra Small до Extra Extra Large, что очень хорошо. Так вот, у них даже немножко разное качество, несмотря на то, что они все 100% хлопок, они все, у них какой-то на ощупь, и когда вы надеваете ее, она есть такие потолще, потоньше, поплотнее, полегче, в общем, разные есть, они как бы разные выделки, и поэтому вот тоже надо щупать и надо примерять. Я бы не стала их, наверное, покупать онлайн, или, может быть, онлайн, но сначала примерив в магазине, видите, у них разные у всех горловины обработкой, вырез разный, и вот есть, да, здесь даже написано, как это у них, у всех какие-то разные названия, и есть такие совсем базовые цвета, есть поярче цвета. Это брюки их Uniclo, которые они каждый год тоже делают, такие офисные брюки деловые, вот такие вот очень базовые фасоны, и они тоже есть разных расцветок, вот видите, лежат белые, черные, в общем, такие в клетку, и много-много лет они уже их выпускают, и, по-моему, их фасон не меняется, меняется только цена, и не в лучшую сторону, как вы заметили уже, конечно. И вот сняла несколько манекенов, как они представляют свою одежду, как они показывают ее, как ее носить, как ее надевать, как сочетать. Кстати, в Uniclo неплохо они показывают одежду на манекенах, мне нравится. Ну и короткие превью на следующий видео примерок, а на сегодня все, с вами была Дита из Канады, подписывайтесь обязательно, я буду ждать вас на следующем видео, всем привет, всем пока из Канады, пока-пока-бай!